Дарья, далее время Юрия Болдырева. Те же две минуты. Пожалуйста. Павел Грудинин, кандидат юридический от КПРФ, но фактически от широкого блока левых и национально-патриотических сил. Наша программа – результат публичных прямых переговоров между КПРФ и ПДСНПСР, постоянно действующим совещанием национально-патриотических сил. Запись есть в сети. 21 марта в рамках Московского экономического форума на базе МГУ и Российская Академия наук провели публичные прямые переговоры. В сети легко найти, называется «К единству в действии». И осенью 23 октября мы провели такие же переговоры по конституционно-государственному устройству. Наша программа, примитивно к нашей теме, противостоит плановому разрушению основ социального государства. И мне важно, чтобы люди, которые нас смотрят, поняли, что сейчас происходит сокращение количества школ, сокращение доступности детских садов и образовательных программ в детских садах, радикальное увеличение нагрузки на учителей и преподавателей, чрезвычайная бюрократизация этого. Это все плановые действия. В 1997 год первая попытка ввести платность была отбита левыми и национально-патриотическими силами в Думе. В 2005 год закон 122 в том числе снял защищенность статьи образования из бюджета. В 2010 год, так называемый, в 1983 закон и в 2012 год закон образования, это все то, что планово разрушало нашу социальную сферу. 2012 год присоединения России к ВТО, это согласие с тем, что вся социальная сфера, включая образование, здравоохранение, переводится из обязанности функции государства в коммерческие услуги, к которым мы еще обязаны на равных допустить транснациональные корпорации. Мне важно подчеркнуть, что все это делалось в период правления нашего конкурента, нынешнего президента Путина, и с нашей точки зрения именно он несет ответственность за плановое разрушение всей социальной системы и образования. Далее. Так, Юрий Юрьевич, вам вопрос. Вот в своих выступлениях Павел Грудин часто говорит о том, если не сказать всегда, что необходимо остановить ту самую интеллектуальную миграцию. Скажите, что он, как возможный президент, готов предложить молодежи, какую альтернативу? И как именно, чтобы она осталась жить и работать в России? На прямой вопрос, прямой ответ. Кандидат Павел Грудин от широкого блока национально-патриотических левых сил гарантирует каждому молодому человеку после вуза первое рабочее место. Гарантирует всеобщее бесплатное образование, в том числе высшее по конкурсу. Гарантирует возврат в детские сады занятий. Это то, что было исключено. Вообще, дошкольное образование, вообще в системе образования, каждую ступень играет важную роль. И мы идем, к сожалению, не по пути цивилизации, а против цивилизации. В Финляндии в 2015 году приняли закон, по которому всеобщее, обязательно, бесплатная, дошкольная подготовка к школе. Мы, к сожалению, идем по противоположному пути. Значит, наш президент нынешний любит говорить, что с нами не хотели разговаривать, а теперь типа под угрозой нашего чудо-оружия заговорят. Под угрозой сказок, даже если пытаться с позицией силы, разговаривать всерьез никто не будет. Значит, если хотим, чтобы всерьез разговаривали, даже, еще раз подчеркну, если хотите с позицией силы, надо восстанавливать разрушаемое образование, разрушаемое здравоохранение и разрушаемую науку. Значит, в 2012 году, когда проталкивали закон образования, была альтернатива. Вносилось Нобелевским лауреатом Жаресом Алферовым, Олегом Смолиным. Подробно рассказывать сейчас не могу, в интернете есть. Альтернативный наш закон образования. Приметно к учителям очень важно. Не лицемерие, что средняя там зарплата учителя будет вот такая-то, а зарплата на одну ставку, чтобы не выжимать из учителей соки. Это лишь один из примеров. Значит, здесь многие правильно говорили, финансирование в два раза увеличится, вот вы говорили, да? И в нашей программе это есть. И это не чудо, это всего лишь привести в соответствии со стандартами организации ОСР. Не более того. И последнее. Значит, отказаться от идеи вот этих самых услуг. Никаких услуг. Спасибо. Обязанности государства. Спасибо. А Юрий Болдырев дальше. Ваши две минуты, прошу. Повторю. Павел Грудинин, кандидат от широкого блока национально-патриотических и левых сил. Какие социальные лифты? Если в стране разница в бюджетной обеспеченности Москвы и большинства регионов страны, 30 к 1. Это значит, главный социальный лифт откуда угодно перебраться в Москву. И еще ограниченное количество более-менее таких мест. Наша задача противоположная. Вольно расселить людей по стране. А для этого ясно и однозначно. Зарплата учителя, врача, любого бюджетника, неважно, в Москве он или в Таршке, или в Благовещенске, за одну и ту же работу абсолютно одинаковая зарплата. И выравнивая бюджетная обеспеченность, разница не 30 к 1, а не более 3 к 1. Первое. Второе. Ситуация значительно хуже. В России вымирают русские области. А те люди, которые, вдумайтесь, в России сражаются за права русских, русского народа, сажаются по статье экстремизм. По 282 статье. В нашей команде пятеро из 20 человек, пятеро узник и режима. И люди их должны знать. Квачков, Барабаш, Ейкишев, Парфенов, Соколов. Наберите в интернете, узнайте про этих людей. Это люди, сражающие за наши интересы. Далее. Павел Николаевич Грудинин. Никакой не олигарх. Никаких счетов за рубежом нет. Был бы хоть один, сняли бы немедленно. Никаких миллиардов на этих счетах не было. Максимум по рыночной стоимости 26 миллионов рублей. Все. Если вам так врали, ради чего? А ради того, что вы не могли сравнить совхоз Павла Грудинина с совхозом Путина. Съездите, москвичи. Это совсем рядом с кольцевой дорогой. Посмотрите, как он организовал. Лучшая школа построена на прибыли совхоза. Лучшая школа признана ЮНЕСКО лучшей в Европе. Посмотрите, какие дома, квартиры построят для сотрудников. Еще раз. Все на практике. Спасибо, спасибо, спасибо.